У Гомельской области удел у республиканским субботнику приняли 350 тысяч человек. По попередних дадзенных на его рахунок будет залишено больше, как 1 миллион 250 тысяч рублей. Галлоны на прамке работы, зеленое доброе упорядкование, наведение парадку на земле и масштабная подрыхтовка до 75-ти годы перемоги в Великой Шинной войне. Одным взмесом проведения субботника на Гомельшине стала вёска Алла Светлогорского района, где узводится мемориальный комплекс с паленым вёском. Сегодня тут побывали наши корреспонденты. Мемориальный комплекс на месте спалены вёске Алла будуется саправды значными темпами. Наприконцы минулого года тут пошли подрыхтовку территории. У саковику этого стартовало будовництво. Открыть мемориал плануется на передедні Дня Перамоги. Основная частка работ выконывается специалистами Гомельского домобудовничного комбината. Миновата на этом предприемстве вырабили усе конструкции комплексу. Агульной вагой амаль у тысячу тонн. Его же специалисты выконываются на объекте практически усе основные работы. Для нас для строителей сложных объектов не бывает. Больше всего это ответственный объект, потому что таких мемориалов, которые мы строим здесь в нашей области, в Светловодском районе, единицы, скажем так. Сегодня, допомогте будовникам, у Аллу приехали супрацовники Гомельского Абалвыканкама и Светлогорского райвыканкама. Основные работы – доброупарадкование территории. Увагуле узведение мемориального комплексу наближается до завершения, и уже зараз можно зрозуметь, каким он будет у кончатковом выгляде. У выход сюда дальше будет круглосуточным. По одним из вариантов для осветления центральной частки в вечерний и ночный час могут быть выкористаны светло-диодные лямпы, яке будут працавать от солнечных батарей. И такая особливость, на какую звертаю увагу старшиня Абалвыканкама Янац Соловей. Реконструкция закранула и скульптуру солдата на братской могиле. Ранейшую фигуру червон армейца, який стоял на колене, заменили скульптурой у полный рост. Советский народ понес у войне великие страты – Олежьон – пероможца. Когда мы смотрели первый эскизный проект, конечно, мы разные варианты в душе видели, но когда сегодня с каждым днем посещают объект определенное время, я вижу, что он как на глазах начинает вырастать, обновляться и реализовываться в действии. Конечно, это будет сильное место для всех наших амельчан. Упрыгоживать мемориал у Али будуть и некольки яблень, которые посадили у дельники суботника. Особливость этих древ у тем, что их листья червоного коляра, а назвах этого гатунку – «Ала». Вогули такая увага до мемориала не выпадковая. Сродки, которые будут заработаны в Беларуси подчас сегодняшнего суботника, Министерство финансов в ровных долях накирует Национальному мастацкому музею и Гомерскому аблвыконкаму для завершения будовництва у Али. Наводится порядок и на воинских захоронениях, учитывая, что скоро знаменательная дата и у нашей страны. По предварительным данным, в субботнике принимает участие около 350 тысяч жителей Гомельской области. В фонд субботника ожидаем перечисления 1 250 000. Это сопоставимо с данными прошлого субботника. Олег Шинцюров, Ольга Коновалова, Юген Макенко. Телерадиокампания Гомель. Светлогорский район.